Судостроительная верфь станет гаванью не только для вновь собранных судов, но и для уже повидавших большую воду. Ремонтировать и обслуживать здесь будут до ста электросудов ежегодно. Новая судостроительная верфь в Ногатинском затоне это как отдельный остров, омывается водами Москвы-реки. Символично, что на той стороне располагается южный речной вокзал. Оттуда отправляются круизные суда. Такие в том числе в планах собирать на новой верфи. Масштабы кластера, а это больше 23 тысяч квадратных метров, позволят организовать производство полного цикла. Здесь будут собирать современные электросуда, испытывать их и спускать на воду. В планах отправлять в счастливое плавание до 20 судов в год. На производство только одного нужно порядка 270 дней. Работать здесь будут около 500 специалистов. Заложили очень высокие требования. Сперва это к видоизменяемости каждого следующего судна, которое может делаться сегодня 50 тонн, завтра 500 тонн весом. Размеры, габариты. Мы разобрались с этой технологией. Теперь надо было построить здание. И опять в результате размеров изделий, которые здесь будут корабли изготавливаться, оно получилось такой мегалитической высоты. Задача, чтобы не было никаких связей между колоннами, чтобы мостовые краны были на разных отметках. Но самое главное – это высота. А грунты здесь насыпные, поэтому уходилось сваями, уходилось до 20 метров делать. Работали лучшие инженеры, лучшие конструкторы. Возрождение судостроения в столице ожидаемо. За последние годы на Москве реке активно развивают водный транспорт. Количество поездок на круизных теплоходах и прогулочных судах растет. В прошлом году было уже больше двух миллионов. Появляются и круглогодичные пассажирские маршруты. Все это нужно обслуживать. Стройку судостроительной верфи развернули в октябре прошлого года. И вот очертания будущего цеха по созданию судов уже есть. На строительную площадку верфи сегодня приехал Сергей Собянин. Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. Из-за этого мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров. В год будет производиться около 20 судов. И завод должен заработать до конца этого года. Таким образом, обеспечив потребность по регулярным судам на Москва-реке, а в дальнейшем постепенно заместить вообще все суда на Москва-реке. Я надеюсь, что будет востребован и на других водоемах нашей страны, на других реках. Экологичное производство многотонных водных машин должно удачно вписаться в атмосферу городской среды. Запустить производство на новой верфи планируют уже в конце этого года. События, в общем, значимые не только для Москвы, но и для России в целом. За последние годы подобных объектов в стране не строили.